Педали еще не отвалились, передачи переключаются, тормоза тоже как-то более-менее работают. Приветствую зрителей канала Гаджет Летний Ком. Это мой велосипед стоимостью 300 юаней. 300 юаней велосипед! Плюс здесь еще багажничек есть, я его просто не прицепил. А вот это крепление для видеокамеры стоит 190 юаней. 300 юаней, 190 юаней. Не знаю, либо крепление очень дорогое, либо велосипед слишком дешевый. У меня есть велосипед, у сына есть велосипед, у дочки есть велосипед. А, у Лены есть электробайк. Мы чаще всего катаемся с сыном и захотелось какого-то апгрейда, улучшений сидения поудобнее. Но так как это канал о гаджетах, об электронных гаджетах, там есть батарейка, в смысле хоть какое-нибудь электричество, то уж про сидение и рукоятки рассказывать не буду. Расскажу про велокомпьютер, фонарики, стопарики и про все остальное. Апгрейд моего велосипеда и велосипеда сына. И вот несколько гаджетов для наших велосипедов. Фонарик, стопарик и байсикл-компьютер. На самом деле это спидометр. Но не просто спидометр, там текущую скорость показывает время, вроде температуру. Распакуем, посмотрим, протестируем. Начну с самого простого. Со стопарика. Это реально просто задний фонарь красного цвета вместо катафоты. Для того, чтобы хорошо было видно на дороге. Но также он заряжается от солнечной энергии. Поэтому нет никаких разъемов для подключения зарядного. Некуда вставлять батарейку. Днем зарядилась. Вечером, прежде чем поехать, нажимаем кнопочку. Начинает либо мигать, либо вот так мигать, либо светить. Все. Крепится. Крепится. На палку под сидением, которая даже не знаю, как она правильно называется. Вот такой вот простой гаджет. Стоимость, видите на экране, работает до 4 часов. В мигающем режиме 8 часов. Заряжаться будет в зависимости от яркости солнца. Следующий гаджет это фонарик. Фонарик для велосипеда тоже недорогой. Стоимость сейчас, видите на экране. Купил именно фонарик плюс крепление. Фонарик плюс крепление выходит еще дешевле. Фонарик неизвестного мне бренда. Можно увеличивать, уменьшать угол. Ну и соответственно яркость. И еще можно этот же фонарик было купить вот с такой батарейкой. Но стоил он на 10 юаней дороже. На 100 рублей. Но у меня есть такие батарейки. Поэтому купил без такой батареи. А просто вот с такими вот батарейками. Их можно 3 штуки вставить вот сюда. Вместо вот этого вот. Видите? То есть такой универсальный. Можно и вот такой аккумулятор запихать. Как он там называется? 18650. И обычные мизинчиковые батарейки. Батарейки я распаковывать даже не буду. Мне пригодятся куда-нибудь в пульте управления, например. А буду использовать вот такой вот аккумулятор. Посмотрим как светит. О! Светит! Интересно сколько режимов. Ну да, понятно. Стандартно. Самый яркий. Чуть потемнее. Еще темнее. И стробоскоп. Но это не просто так фонарик. Фонарик же с креплением. Крепление подойдет абсолютно для любого велосипеда. Еще написано. Bicycle. Клип. 360 градусов. В чем фишка? О! Еще дополнительные. Мы его крепим, а потом как хотим, так и поворачиваем. Как хотим, так и вертим. Одну закрепляем на раме где-нибудь, на руле. Да где угодно. А в другую вот раскручиваем сначала. А так аккуратненько раскручиваем. Открываем. Мало открутил. Открываем. Сюда вставляем фонарик. В принципе любой фонарик подойдет. Закручиваем. Здесь на раме тоже закрепляем или на руле. И все. Едем, светим. Есть специализированные фонарики для велосипедов. Но этот я купил не себе. Этот я купил сыну. Ему фонарик нужен не только для того, чтобы на велосипеде есть, но еще чтобы иногда по темноте ходить. А себе я куплю другой фонарик. Специальный велосипедный. Очень мощный. Чтобы можно было ночью гонять с фонариком. И еще и вам видео снимать. Думаю, этого фонарика для съемки видео не хватит. Ну и самый мощный, крутой гаджет из этих трех лежащих на столе. Это Bicycle Computer. Так. На что он тут приклеен? Он ни на что не приклеен. Он просто был вставлен. Смотрите. В комплекте, во-первых, сам компьютер шел вот в такой вот коробочке. Можно я его компьютер называть? Буду компьютер все-таки. Ну или спидометр. Ладно, компьютер. Куча батареек CR2032. Я так понимаю, очень быстро разряжаются. И магнитик. Знаете же, как это работает? Я думаю, знаете. Даже в советские времена были спидометры. У меня во всяком случае был. Как он работал? На колесе ставился такой переключатель. Ну, в общем, вот здесь магнитик будет стоять. А там стояла какая-то такая металлическая фиговинка, которая вращалась на спице и перещелкивала счетчик. Понимаете? Раз, щелчок. Это полная прокрутка колеса. Зная радиус, ну, диаметр, радиус, любой параметр колеса, можно посчитать, сколько же один щелчок это метров. Здесь работает точно-точно, абсолютно так же. Это крепление для этого компьютера. Дальше. Обратите внимание, сейчас, может быть, некоторые удивятся. Хотя, конечно, чему удивляться в нашем мире? В общем, это цепляется на спицы. Сейчас покажу, как. Мы ее откручиваем. Вот так. На спицу цепляем и закручиваем назад. Это просто магнитик, ничего больше. А вот это, а вот это вот, считывающее устройство. Оп, ай! То есть, они должны, эй! Они должны вот так вот прокручиваться возле друга. Но, обратите внимание, от считывающего устройства, это не считывающее устройство, я собманул. Это еще один магнитик. Побольше магнитик и поменьше магнитик. Вот считывающее устройство. Давайте его откроем. Вот это считывающее устройство. Но от него нет абсолютно никаких проводов. Потому что оно беспроводное. Как оно работает, я пока еще не знаю. Как-то, как-то, как-то работает. И включаем наш компьютер. Это же диванная распаковка. Кстати, вот это, наверное, нет, это мягкое, это мягкое. А чем вот откручивать, чтобы батарейку-то посмотреть? Как это включается? Это же мой гаджет. Можно же смело все снимать. Не заботясь о том, чтобы, может быть, какое-нибудь долгое удержание сет. Долгое удержание. Во, я тупой. Я не понимаю, как это, как это. Чем бы, 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 чем бы. А, знаю чем. Догадался. Берем какую-нибудь батарейку. И, может быть, батарейкой можно? Ух ты, можно, можно. А тут была батарейка. А в чем прикол? Почему не включить? А, была батарейка и была бумажка, которая не давала контактам сомкнуться на батарейке. Окей, хорошо. Какой я умный. Догадался, что можно открутить вот так. Так, все, пожалуйста, включился. Редко это делаю, но все же инструкцию придется почитать. Здесь тоже батарейка. И она тоже, да, она тоже в выключенном состоянии. Вот этот считыватель по беспроводной связи при пролете вот этого магнитика передает сигнал на этот компьютер. Так, это понятно, хорошо. Это и это включил. Что дальше? Ух, разобрался, вам рассказываю. Включаем компьютер, появляется какая-то надпись. Здесь написано метрическая система. Для того, чтобы переключить в миль, ну или как это там называется. Короче, вот это мили. Это километры, метры. Нам метрическая система интересна. Всякие мили нам неинтересны. Потом нажимаем режим. Здесь нужно указать циферку. Длину окружности вашего колеса. У меня на колесе написано 26 умноженное на 2.1. 26 дюймов это диаметр колеса. 2.1, честно говоря, не знаю, что это такое. Возможно, это толщина покрышки или еще что-то. В общем, в этой таблице смотрим. Надо указать 2095. Вот в этой вот. Настройки надо указать 2095 для моего колеса велосипеда. Вы должны указать свое. Понятно, что зависит от диаметра колеса. Переключаем дальше. Это ваш вес. Мне нужно здесь указать 90. Не знаю, сколько вам нужно указать. Переключаем, переключаем. Я все это позже настрою. Это режим похудания. Вот здесь ни переводчик не справился. В смысле, живой переводчик. Максим, не мой переводчик на телефоне. В общем, я не разобрался, что это за потеря калорий. Возможно, от 200 до 800 калорий надо потерять. В общем, это неинтересно. Это именно что-то связано с тренировками. Неинтересно. Указываем первую цифру, указываем вторую цифру. Я так их и оставлю. И все. Компьютер готов. Видите, скорость у нас 0 километров. Температура воздуха в комнате 28 градусов. Какой кошмар. Куча мелочевки готова к установке. Я бы хотел извиниться за внешний вид своего велосипеда. Он немножко грязный. Дело в том, что в Китае очень сложно найти грязь. И как я только увяжу лужи, глину, тут же начинаю по ним гонять, вспоминая детство. Ну вот да. Как это там? Седина в бороду без ребров. Вот я гоняю на велосипеде по лужам. И вот это с последних покатушек осталось. Несмотря на то, что видеоролик про электронные гаджеты, главный апгрейд моего велосипеда это сиденье. На этом просто невозможно ездить. Неудобно. Отбиваешь все, все потом болит. Поэтому я купил себе вот такое мягкое с проветриванием. Сзади еще катафота. Надеюсь, что на этом я буду еще больше удовольствия испытывать от покатушек. Ну если и это не понравится, то еще более дорогое куплю. Это недорогое сиденье, что-то 20 юаней. Ну совсем другой велосипед. Если бы не родная грязь, вообще бы не признал. Новые ручки, зеркало. Ну зеркало и фонарик это сыну просто установил для проверки, как это вообще будет выглядеть. Компьютер. А вот этот вот спидометр, термометр, что тут еще? Часы. Вот это уже мое. Это сам компьютер. Он съемный. То есть если вы боитесь, что его украдут, каждый раз, когда оставляете где-нибудь велосипед, можете его забирать. А вот этот вот счетчик поворота колеса, он устанавливается уже намертво. Нет, снять можно. Здесь двухсторонний скотч. Плюс затянул. И вот так вот каждый раз прокручивая, прибавляется длину вот этой вот окружности. И считает скорость, километраж, все остальное. Установил, наконец-то, брызговики, чтобы на спине после покатушек по лужам не оставалась грязь. Сиденье. Здесь это тоже сыну. Ну, так, установил для проверки. И что еще? И для бутылочки даже установил держатель на всякий случай. Вдруг бутылочку пива захочется сюда вставить. Что ж, время покататься ночью с фонариком. А, да, еще отрегулировал тормоза и вообще так немножко подшаманил. Теперь реально новый велосипед. Увидимся в следующих видеороликах на канале GadgetLetnik.com. Если выжил после ночных покатушек.